Юбилейной медалью наградили бессменного руководителя компания «Ремжилстрой» Сергея Остальцева. Кроме того, ему вручили благодарственное письмо Горсовета. Будучи депутатом первого и второго созыва, вы внесли значительный вклад в работу Совета. Я вам желаю дальнейших успехов в продовольствии. После отчета оперативных служб о ситуации в городе с подробным докладом выступил руководитель военкомата. Валерий Анисимов озвучил результаты призывной кампании осени прошлого и весны этого года. Вызывалось на призывные комиссии осенью 2018 года 486 человек, весной 2019 года 482 человека. Явилось на призывные комиссии осенью 2018 года 485 человек, весной 2019 года 480 человек. По результатам работы призывной комиссии призвано на военную службу осенью 2018 года 146 человек, весной 2019 года 171 человек. Подавляющее большинство, а это почти 100 человек, отправилось служить в сухопутные войска. На втором месте воздушно-космические силы. Там долг Родине возвращают от 10 до 20 человек ежегодно. В осенний призыв 2019-го соотношение сохранится. Немало желающих поступить в военное училище. По итогу доклада, исполняющая обязанности главы администрации Ирина Ахмадишина отметила, что неплохо бы усилить профориентацию среди школьников. Очень много проходит мероприятий на территории городского округа. У нас периодического характера. Я думаю, лицейки здесь тоже наводились усилий. Престиж военного и профориентационная работа, наверное, должна быть уже более высоким. Эта неделя будет не столь насыщенной, как предыдущая, но ожидается несколько важных событий. Школьников города продолжат знакомить с работой предприятий как раз в рамках профориентации. Во вторник для воспитанников коррекционной школы-интернат и учеников детской музыкальной школы выступит Уфимский симфонический оркестр. А в пятницу водители экстренных служб города будут состязаться в мастерстве. Обо всем этом мы расскажем в наших выпусках новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова